Добрый день, меня зовут Сергей Саади, я сам семейный врач, я из Волгограда сам, 9 лет назад переехал в Эстонию и сейчас занимаюсь медицинской работой в Эстонии. Тогда я тоже немножко расскажу о цифровой медицине в Эстонии, пожалуйста. Так, чуть-чуть совсем статистики, да, тоже миллион триста человек населения, примерно 70 больниц частных клиник, 4,5 тысячи работающих врачей, 921 семейный врач, ну и средний возраст врача и семейного врача такой. В качестве ключевой, составной части системы цифровой и электронной медицины в Эстонии, в качестве ключевой объединяющей системы выступает Государственный департамент инфосистем и Центр инфосистем здоровья и благополучия, который дает пользователю и медицинскому работнику, и пациенту через аутентификацию или через авторизацию, про которую Пират говорила, с ИД-картой с мобилей D или со смарт-ИД войти в систему. Создателями и потребителями медицинской информации являются все эти участники по обе стороны этого синего поля, которое у меня здесь есть в таблице. Ну то есть, да, дальше тогда. Основные органы, участвующие в организации медицинской помощи в Эстонии, это социальное министерство, это эстонская больничная касса. Эстонская больничная касса – это орган, который обеспечивает оказание медицинских услуг по обязательному страхованию, является основным партнером государственных больниц, семейных врачей и большой части частных клиник. Эстонская больничная касса является автономным распределяющим и контролирующим своих партнеров, органам. Также Департамент здравоохранения Тервисаммит, Центр инфосистем здоровья и благополучия, называется Техик, выполняет роль связующего звена, отвечая за разработку, продвижение, интеграцию и контроль. Систем информационных технологий в сферах медицины, социального обеспечения и труда. Инфосистема здоровья, о которой ПИРА также упомянула, – это центральная государственная база данных, посредством которой различные учреждения, оказывающие медицинские услуги, могут обмениваться медицинскими данными. В том числе видите информацию, внесенную другими медицинскими организациями, и эта информация с инфосистемой здоровья доступна и пациентам, и врачам. Доступ к инфосистеме здоровья. У всех медицинских учреждений должен быть доступ к инфосистеме здоровья. Государство это предусматривает и требует. За пользование взимается плата, в зависимости от вида учреждения, количества сотрудников, как раз возвращаясь к тому вопросу, о котором вы говорили. Для семейного врача это стоит в среднем 200-300 евро в год, для более крупных медицинских организаций соответственно больше. Все медицинские учреждения обязаны отправлять туда все медицинские документы. Вход в инфосистему здоровья как врачам, так и пациентам возможен только при авторизации с использованием личной ЭД-карты, системы установления личности Mobile ID или Smart ID, как раз то, о чем мы говорили. То есть это те системы, с помощью которых также входят, например, в интернет-банк. Доступ к медицинской информации имеют только зарегистрированные департаментом здравоохранения медицинские работники, медицинские сестры, врачи, акушерки. Планируется разрешить доступ в инфосистему здоровья психологам, физиотерапевтам и логопедам, потому что это смежные специальности с медицинскими. Считают, что это также важно. Открытие и закрытие доступа работнику в инфосистему здоровья занимает меньше минуты. Но это какой-то персонал этим занимается. Примерная схема такова. Потребитель услуги цифровой медицины, медицинское учреждение, имеющий доступ к определенному каналу данных, заключает договор с Центром инфосистем здоровья для получения доступа к инфосистеме здоровья. Приобретает программное обеспечение. Это как раз то, о чем вы спрашивали. Для больницы или для семейного врача. Программное обеспечение делает сторонние фирмы или государства. И как раз медицинское учреждение использует или бесплатное государственное обеспечение, или сделанное сторонней фирмой. Работник авторизуется и получает доступ к инфосистеме здоровья. В инфосистеме здоровья врач использует в своей работе три основных блока. Это документы. Стационарные амбулаторные эпикризы, в том числе стоматологические. Карты скорой помощи. Проведенные вакцинации, выданные в цифровом виде справки. Для получения водительских прав. Электронные направления и запросы на электронные консультации. Описание результатов радиологических, функциональных и других исследований. Результаты лабораторных исследований даже в случае, если пациент задавал анализы платно в платной клинике. Электронные приглашения на диспансеризацию. Описание результатов оценки трудоспособности в случае ходатайства на оценку трудоспособности. Второй блок – это так называемый банк фотографий или банк снимков, где хранятся снимки и записи радиологических обследований с описанием. Третий – это центр рецептов, рецептики, центральная система, выписки цифровых рецептов с поддержкой баз данных, лекарственным взаимодействием. Об этом я чуть позже дальше поговорю. Так, что видит врач? Ну, вы тут плохо видите, да? Вот это единственная возможность, как у меня была, это каким-то образом скопировать. Это при запросе медицинской истории пациента врач видит следующее. Столбцы слева направо. Дата, диагноз по МКБ-10, расшифровка диагноза, тип диагноза, основной или сопутствующий, первичное или повторное заболевание, автор эпикриза, вид эпикриза. Запрос можно фильтровать и получать, например, данные только о диагнозах или только о выписанных рецептах. Или только результаты обследований. Следующий слайд – это то же самое, что видит врач. Это другое программное обеспечение другого производителя, платное. Предыдущее было бесплатное, которое дается, например, семейным врачам и врачам-специалистам, а это платное. Чуть-чуть поудобнее. Здесь цветами, например, синим, черным и также темно-зеленым, светло-зеленым, отфильтрованы, разделены немножко документы, отправленные, например, тем же самым врачам. То есть если я отправляю, то я вижу это в системе синим цветом, если это отправлено другим врачам, любым, я вижу это черным цветом. Также там видно вот в среднем столбике, где зеленые. Это статус документов – отправлен, не отправлен, или рецепт – выкуплен, не выкуплен или аннулирован. Для пациента, как я говорил, в инфосистеме здоровья есть доступы для пациента и для врача, есть 8 основных блоков, которые пациент использует. Это общий блок, где указан семейный врач пациента, наличие страховки и действительность страховки, документы, в том числе больничные листы и все остальные документы, которые я уже перечислил в предыдущем, то, что видит врач, то же самое видит пациент. Центр рецептов – пациент может проконтролировать, что выписано, что выкуплено, сколько рецептов осталось. Блок счетов за лечение – пациент может проверить, какой был счет за посещением государственного медицинского учреждения или частного медицинского учреждения, у которого есть договор с эстонской больничной кассой, то есть организацией, которая занимается финансированием государственных учреждений или приемов на основании государственного бюджета. То есть обычные приемы, бесплатные. Пятый блок – это блок медицинских волеизъявлений, то есть о переливании крови, о донорстве органов, о завещании тела науки и другое. Общегосударственная электронная регистратура для регистрации к узким врачам-специалистам в медицинские учреждения, у которых есть договор с эстонской больничной кассой. Это как раз об этой теме тоже Пират говорила. Регистрация возможна только при наличии направления от семейного врача, за исключением психиатра, гинеколога, офтальмолога и дерматолога. К ним направление не нужно. Седьмой блок – это блок управления доступа для медицинских работников к медицинским данным пациента. При желании пациент может скрыть те эпикризы, которые он хочет. Но при этом во время запроса на получение сведений о пациенте врач будет видеть, что часть эпикризов или все эпикризы скрыты. И блок логов, об этом Пират тоже говорила, пациент может контролировать, кто и когда запрашивал его медицинские данные. Вот так выглядит эта страница, на которую заходит пациент, авторизуется. То есть это моя страница. Я вижу своего семейного врача, я вижу, что я застрахован, и все эти ссылки активны. Так, пойдем дальше. И так, я немножко собрал одни из важнейших достижений. Частично Пират также остановился об этом. Может быть, у нее было что-то еще. Ну, вот то, что я собрал. Это значит 95% в электронном виде документов и 99% электронных рецептов. Система электронной выписки рецептов и больничных листов. Пациент может продлить рецепт у врача по телефону или по электронной почте. Со своей ЭД-карты он может получить его уже через секунды после выписки в любой аптеке страны. Медицинские сестры, прошедшие трехмесячное обучение, также имеют право продлять рецепты при хронических болезнях, диабете, гипертонии. Электронный рецепт всегда можно аннулировать. Электронным рецептом можно выписать как лекарства, так и вспомогательные средства. Например, калоприемники, катетеры, ортезы, компрессионы, белье и другие. Со скидкой до 100% в зависимости от вида патологии. При выписке наркотического и психотропного средства из центра рецептов мгновенно приходит предупреждение, где показано, сколько раз за последний год и когда последний раз выписывалось психотропное или наркотическое средство на всей территории Эстонии. Больничный лист в день открытия-закрытия регистрируется автоматически в эстонской больничной кассе. И через инфосистему здоровья работодателю на указанный им электронный адрес сразу приходит соответствующее уведомление. Электронные направления. 99 всех направлений. На исследование к узким специалистам, на стационарное лечение, как это семейного врача, так и от узких специалистов между собой. Альтернатива направления к узким специалистам – электронная консультация. Также Пирот упомянула, чуть-чуть остановлюсь на ней. Вместо направления семейный врач отправляет электронный запрос в определенное отделение больницы определенной. Пациент обследован, но причина заболевания не ясна. Нужна ли консультация узкого специалиста или каков может быть алгоритм действия семейного врача? В течение трех рабочих дней от специалиста приходит ответ с тремя возможными вариантами. Первый вариант – недостаточно данных для выявления необходимости консультации узким специалистам. Советуется провести дополнительное исследование, обследование, и семейному врачу пишется, какие обследования он должен провести. Второй вариант – пациент приглашается на прием узким специалистам в зависимости от срочности в течение 7-42 или более чем 42 дней. И третий вариант – узкий специалист считает необоснованное направление к нему, не находит своей патологии, советует обследование у другого специалиста. Следующий пункт – это услуги телемедицины для удаленных областей и для не очень удаленных областей. Есть возможности удаленной работы для врача. Этим Эстония отличается во многом от других стран. Работа врачом-экспертом, например, по оценке трудоспособности, по оценке инвалидности, видеоконсультации, поскольку у врача есть доступ ко всем данным пациента в любое время онлайн. Также наличие универсальной декларации здоровья, заполняемой пациентом, электронный срок действия которой 2 года, в которой присутствуют как субъективные жалобы пациента на момент заполнения изгруппированной информации о важнейших медицинских событиях в жизни пациента с 2008 года. И эту декларацию можно официально использовать в качестве основы для оформления справки на получение водительских прав, медицинского осмотра в военкомате или приеме на работу. Ну и также вот эта электронная регистратура. Телемедицина, видеоконсультация, платформа видеоконсультации Минудок работает с 2018 года. Платформа объединяет врачей разных специальностей, логопедов, физиотерапевтов, акушеров и других специалистов. Представляя возможность для авторизованной видеоконсультации, результаты которой заносятся в инфосистему, у врача есть возможность выписать направление на обследование к узкому специалисту, выписать рецепты. Так примерно выглядит наш портал видеоконсультации Минудок, но пока что единственный такой в Эстонии портал. Недавно совсем у нас появилась также такая новая услуга в Балтийском регионе, единственная услуга – услуга продления рецептов. Пациент заходит или в специальный киоск в аптеке, или он это может делать через компьютер, через интернет дома. Мы продляем рецепты, которые уже были ранее выписаны. Для этого он авторизуется, заполняет специальный короткий опросник, платит за продление рецепта. В течение 15 минут приходит оповещение о том, что рецепт подтвержден. Но за эти 15 минут ко всем врачам, которые активны в системе, приходит оповещение. Кто-то из них выбирает, подтверждает, что он берется этот рецепт делать. Он обязан зайти в инфосистему, посмотреть предыдущую медицинскую историю пациента и посмотреть в центре рецептов, был ли ранее выписан этот рецепт, была ли эта доза. Если нет, то он этот рецепт возвращает пациенту. Если была, если он считает на основании опросника, что это действительно возможно выписать, тогда мы продляем этот рецепт. Ну вот так выглядят эти киоски для виртуальных консультаций и продления рецептов, которые вот сейчас в аптеках стоят. На этом все от меня. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересное сообщение. Действительно фантастические успехи. Но вот вопрос у нас о доступе. Вы сказали, что врач имеет доступ к медицинской документации пациента в этой системе. Этот доступ как-то регламентируется? То есть каждый врач может увидеть данные всех пациентов или только своих пациентов? Или как определяется, каких пациентов и какие данные он может... Ну, кроме, конечно, ситуации, когда пациент сам закрыл, это мы поняли. Но вот ситуации, когда пациент ничего не закрывает, какие права у врача? Вообще сейчас на настоящий момент доступ открыт ко всем данным. То есть любой врач может посмотреть данные любого пациента, ну, с исключением каких-то высоких государственных чиновников, да, их данные каким-то образом там зашифрованы, закриптированы. Но если ты осуществляешь медицинскую помощь, то по закону ты должен... У тебя есть доступ, ну, моральное право, у тебя есть доступ только к тем пациентам, лечением которых ты занимаешься. И закон это регламентирует, но программа не ограничивает доступ любого медицинского работника к медицинским данным любого человека. А есть ли какие-то, скажем так, закрытые типы документов? То есть какие-то специальности, по которым доступ... Психиатрия, например... Да, да, у нас есть эти документы, это как раз психиатрические документы. Но запрос на открытие психиатрических документов все чаще мы используем, потому что поскольку система интегрированная, она хочет в себя больше собрать информации, и все F-диагнозы, которые необходимы для военных комиссий, для вытащи справок на ношение оружия и все остальное, они требуют интеграции. Поэтому на это будут осуществляться дополнительные какие-то внедрения, чтобы вот эту точечную информацию получить из этих выписок. Но и по требованию врача, если я, например, семейный врач, я могу в это учреждение обратиться и попросить, чтобы этот эпикриз мне открыли. И его откроют. И последний вопрос. Вот поскольку вы говорите, что пациенты имеют доступ и могут посмотреть, кто обращался к их инфекции, имеет ли право пациент пожаловаться на то, что какой-то достаточных оснований? Да, имеет. И такие случаи были. Ну, такой самый известный случай у нас был, это когда смотрели данные президента, несколько лет назад, это был большой ажиотаж, там сотни медицинских работников заходили туда, и эти логи потом нашли, конечно, с ними провели беседу. Ну, вот так. Ну, а вот по факту, если мы понимаем, что пациент имеет, есть ли какой-то видимый объем вот таких претензий от пациентов о том, что врачи что-то смотрят необоснованно? Я наверняка есть. Я про это не слышал, но наверняка это есть. Жалуются на разные аспекты, жалуются на то, что вносят какие-то дополнительные суммы на счета и все остальное. Это больше освещено. А вот это, ну, может быть, какой-то казус должен произойти, чтобы вот этим начали заниматься органы. Коллеги, вы когда задаете вопрос, представляйтесь, пожалуйста, что было. Да, Боризиан Герман, Ассоциация искусственного интеллекта в медицине. Сергей, спасибо большое за доклад. У меня вопрос не совсем про телемедицину, а про вот эти карточки идентификации электронные. По вашему опыту, скажите, пожалуйста, какой охват в клиниках, насколько часто пациенты ими пользуются, и правильно ли я понимаю, что эти карточки привязаны к электронной медицинской карте каждого пациента. Юлия, здравствуйте, спасибо. Ну, смотрите, я, возможно, неправильно понял ваш вопрос, или в том плане, в общем так, что эта ИД-карта, она не связана непосредственно с теми данными, которые… Так, вопрос был про… Пациент, когда пациент приходит в больницу, он приходит уже с этой карточкой, и, соответственно, вы его идентифицируете именно по вот этой вот карте и видите ID пациента. Да, да, мы это делаем. В общем-то, для идентификации пациента нам не нужно эту карточку куда-то вставлять. Обычно всё-таки действует такой контакт, словесный или визуальный, мы определяем пациента, и чтобы мне попасть в карточку в цифровую историю болезни, мне не нужен документ пациента, мне нужна только моя карточка. Моя карточка даёт мне доступ ко всем записям медицинским, которые есть вообще во всей Эстонии. Теоретически, за исключением скрытых психиатрических. И у пациента есть доступ только к своим данным, но при этом для регистрации пациента или каких-то ещё действий с пациентом мне не нужна карточка пациента. Мне нужно только... То есть мне достаточно тех данных, которые у меня есть на основании моего документа и на основании тех данных, которые уже есть в системе. То есть это как раз то, о чём Пират говорила. Это принцип работы электронной медицины, что если эти данные о человеке уже где-то есть, о вас, ваш адрес, телефон, имя и всё остальное, я его у вас уже не спрашиваю. Ну, грубо говоря, спрашиваю при первичном контакте, чтобы узнать, кто вы. Всё остальное уже предзаполнено, имеется в системе. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова